отлично тренировали людей каждый день виделись нет сейчас делаешь заворачиваешь отлично и закручивать ради гол молодец а теперь ради гол потому что я перетянул видишь но не борюсь я не чувствую давление пальцев пока для первой тренировки конечно я никакой честно сказать и должен съезжать по моей тести съезжать вот сюда здесь меня очень прям вот как нам на пальцах объясняю как будто мне пять лет блядь и я дебил мужской гель для душа с феромонами вальхало от зеливар это максимальный экологичный состав без сульфатов и парабенов и с натуральными ингредиентами которые увлажняют и питают кожу креатин гуарана кератин и коллаген но брутальный аромат линейки вальхало уже зарекомендовал себя спортивном комьюнити все ссылки в описании хочу побороть димона ладно нормально все как-то вообще не вам главное понять я вам пиздец вам надо здесь просто пару тройку упражнений найти вашу технику и просто ее усиливать не надо быть супер профи просто да я просто вот у него в понятно все с тобой разберемся тоже ничего не болело вообще вообще ничего не болел я думаю что это будет там связки еще что-то никак я думаю будет болеть как это знаешь как связки дальше когда уже когда уже остынул будет все побаливать были нихуя ничего не болело не знаю почему но пока еще после той 3 той тренировки еще не ничего не делал никакие упражнения вот хотелось бы но сегодня получится хорошо что завтра тренировка ног это большой плюс у нас ну вот но все равно буду стараться делать когда буду качать вверх или это качать ноги стараться делать хотя мы там упражнение 2 именно на кисть который показали из гантели и в тренажере какого блок делать немножко закачивать предплечье кисть слабая я сам понимаю главный травмироваться вот чего понятно что ребят там тоже не не рукоборцы ну все равно все равно ха все хотят выиграть это нормальное явление не к прыгать никто не хочет ну как бы сейчас только ты в обицу штанов веса по никакой гулять и висус еще пись 50 килограмм на 10 повторений отлично подходит вообще супер давай мне сейчас надо вот увидеть грузить не буду значит сидя с колен поднимаем к подбородку посмотрим выйдем на какой-то максимум и здесь придется тебе потом попытаться прибавить вес в любом случае марбрессинге очень важно натяжка на старте сейчас это самое по десяточке будем прибавлять где-то ты вот прям будете тяжело вот с этим поработаем весом примерно расскажу тебе домашнее задание то что тебе раз неделю придется делать ну или раз в неделю да не чаще не чаще потому что мне надо чтобы тут учил на большие веса относительно тогда у тебя угол станет намного крепче раз неделю для силы достаточно мы еще будем где-то пересекаться либо в меня либо мы где-то будем встречаться аркадий кот был будем бороться вот это раз неделю тебя будет задача добавить 20-30 процентов то есть сейчас с непривычки тебе будет тяжело потому что углы чуть другие но связка адаптируется в любом случае 20 процентов и должен прибавить однозначно за столом это очень сильно повлияет на твою силу не надо что ты прям вот на максимум сработал сидя на один-два раза сейчас мы пою мою 60 делаем вот твоя задача там за два месяца адаптироваться сделать 70 80 было бы очень ярко да 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 столько сидя потому что здесь у тебя угол идет борцовский то есть ты не проигрываешь понял да то есть руки разгибать нам не надо потому что мы имитируем здесь борьбу за столом лет назад очень много лет назад до турчинский у нас как бы непосредственно если он был моим наставником дмитрием они прям друзья друзья были то есть это думаю да когда в авреле появился 2002 году в авреле и мы там работали тренерами тренировали людей каждый день виделись я видел дениса когда он вот прям вот эти первые не то что первые шаги не не ударь бар до этого боролся но вот эти вот я помню до сих пор их эти сладки свои воды когда ты готовился блять это вывода уже так санки то стал калужа он уже не боролся блять у нее такой был старт ну просто я когда вот видео живьем думают а ты по никогда в жизни не скажешь по нему что он так может то есть он да ну крепкий да ну не более того блять ну крепкий парень все ну такой старт блять и я я хуй за если я встал бы мне просто рука оторвалась вот как капала были кровь на словах были бы скажем так я серьезно говорю просто неестественная быстрота какая-то не знаю так блять я не знаю я помню самое смешное было это был какой-то проект привезли в деревне какого-то чувака а-ля директора колхоза и какой-то проект был и голуба типа его тренер его тренирует и готов ему задает вопросы и на камеру снимают а вы не пьете а нет я не пью это я еще помню паша фрумкин короче короче олег лукашел все следили за этой ситуацией потому что мы понимали то что сейчас он его короче просто добьет дима такой ходит такой сразу такой вроде бы как говорится объясняет вежливо человеку то не пью же я не пью он поспоймал какую-то тему он и ходит такой блин как это не пить я не могу в это пока как вы дмитрия не пьете ну а дмитрий ходит и заводится потихоньку видно он уже бордового цвета такой бордового да и вот он ходит ходит мы такие же в углу с тренерами стоим блин мы уже ржем сейчас вот сейчас он взорвется еще разок ну этот дурачок подходит блин ну две блин как это то пошел ты все все полетела короче это там схватился за голову мы ржем потому что все таки накипело все уже страшные люди помнишь эту ситуацию да да уже он взлетает терпит но уже он уже глаза задолбал мне он просто такое ощущение что он специально это делал то есть назло они но это просто когда и когда люди приезжают с провинции то есть он просто у него нету других понятий не понятия нет у него нету в запасе каких-то вот поговорить о чем-то с человеком то есть он вот настолько вот другой мир другой мир не понимает что спрашивать вот он просто пытался вот ну как так вы вообще не пробовали ни капельки нет нет так сейчас попытаться на два-три раза если ты делай будет очень замечательно тяжело да просто как донкрат тени не сдавайся отлично 1 2 3 я думаю мы еще две минуты отдыхаем еще один вес делаю на один раз будет значит типа отлично давай еще получается 50 60 70 отлично 70 блин значит еще я не совсем это могу что-то все сказать химия папа смиткой всеми все химия все на химии короче а я нет влад мы тоже не на химии мы так на здоровье просто грамм деки грамм для суста нахуй и все здесь прикольно тренироваться бляй круто сейчас давай берем двадцатки так вот только смотри на меня на бедра ставим блинами так и работаем со скручиванием да 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 вот так вот как у тебя о 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 в о о о о о скажем так идеальная техника то есть вот борьба там через верх через луч и вот если у нас времени нет у нас его нету чуть-чуть то есть нам надо сейчас эти упражнения просто попытаться усилить рабочие веса и понять за столом что мы должны делать это вот минимум первому арфайта мы должны вот-вот окрепнут здесь да не понять а потом дальше если дай бог на перспективу еще какие-то договоры уже дальше уже переходим на другую технику на другие упражнения сразу все мы не охвате я бы поэтому нам что-то одно усилить его максимум для того чтобы он там целую неделю две не болели руки а именно вот подойти точно потому что там все таки ну не профики будут и там пытаться сейчас готовить тебя так как мы готовим смысл вообще не вижу понял просто усиливать эти упражнения время есть если ты процентов 20 добавишь вообще супер ну и естественно за столом понять саму само движение это сейчас мы будем отрабатывать в том числе давай не 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 надо не после упражнения блять вот эти еще давно-давно когда начнешь 90 до дать поборемся а я качался уже там дудуму блин а я смотрю вот такой вот 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 так сейчас тут ту самую с камни что поешь да побольше дурак что ли бери и бери и бери и бери походим подзатыни сейчас дам нахуй политически башка торвется епта да вот потом у нас был там вот я тебе серьезно говорю был массажист парень ну чуть-чуть покрепче себя но у него предплечье вот умножь на два такие предплечье здорово я чувствую что я здоровый с плоскогубцами блять просто там пиздец вот его суд придурок саша говорит угомонись нахуй ты говорю ебанутый что я с ним здорово то есть да то есть я он поджимает я буду вот еще чуть-чуть сильнее и у меня нахуй руку сломал во бля вот и он а он боролся неопасный ягод ты хоть но это как я шо наш адашка дальше он так говорит еще да я так просто блять там с алкашами бы какую-то хуйню мне тёр блять да а я когда он вставал а он вот такой ёпта блять он вставал и он как в копаны значит ты значит упираешься в стену нахуй и ты нихуя не можешь да-да-да-да и ты вот я чувствую блять думаю кто-то и и так вот так блять от его левый правый борется же да у меня лево сильнее не ну ты борешься на левую и на правую или на левую и на правую ну в основном все совсем направо работает ручка не работал нет ну один раз показали мне ребята задача принципе вот удержать кистью сработать эти места закрутил уже как так соберись и так вот уголочек чтобы закручивать есть два и туда до одновременно купightsing закручивать и ю ю давая прибавил еще меня тут интересует пальцы и кисть левша я переделал левша то есть вообще по идее с детства лево сильнее потом в школе начали меня переучивать я левый писал и левый ел и в детстве маленький как хуй все правые советский союз а он левый и давай меня переучить правый ем, пишу правый переучили но все равно левый сильнее, чем правый то есть бьешь левый хоккей играл, левая сторона бьешь тоже левый сильнее и левый сильнее само по себе и сторона левый сильнее, всегда так было когда начал качаться, уже знаешь стараешься, ну не думать об этом и блядь, иногда кажется, что блядь да и правый не хуже а потом, вот сейчас я понял на столе, когда разные руки и чувствуешь вес один и тот же а левый все равно сильнее то, что мы делаем для упражнения еще у меня вопрос как ноги ставить под вообще, как бы лучше животом всегда упираться в стол так то есть это твоя точка опоры то есть если глядь за основу то есть мы там не держимся то я могу вот по сути вот я с животом вот спину включить побороть пиздец то есть за счет живота если я вот так буду стоять то есть мне уже все все, я понял то есть твой живот то есть максимально близко ноги ставишь так значит смотри вот те упражнения, которые мы делали да, то есть все упражнения направлены на вверх да то есть бицепс луч то есть твоя задача туда сейчас и тянуть меня мою руку растягивать туда стену вот прислай себе то, что ты сейчас луч делаешь упражнения, которые мы и твоя задача давить мне вот эти пальцы да у тебя рука длинная, тебе вообще супер идеально да я думаю у него будет самая длинная рука в сетке да так и туда тащи сейчас меня да, только ошибка многих ты сейчас перехватил мне палец твоя задача максимально ладонь это не руку растянуть то есть ты съезжаешь как бы по пальцу не хватайся в этот палец сильно это сейчас косточкой а не это потом подожди не, 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 это сейчас я понял вы не в палец упираться а не пальцами сильно мне тоже то есть твоя задача вот ёб твою мать все нормально не спешим вот туда в стену назад тачишь нет ты сейчас делаешь заворачиваешь вниз этого не надо то есть ты сейчас подорота толкаешь назад то есть вот смотри вот я тебя держу вот возьми кулак сожми и вот туда давай толкаешь вот туда должен доедать да при этом чуть кисточку согни угу да нет ты сейчас одной рукой тащишь а ты сейчас смотри угол одно целое и пытайся чуть подсесть углом сработать не тащи одной рукой и съезжай о о отлично а теперь пошел туда в сторону то есть сначала сработал пальчики чувствую то что они ты фалангой мне в пальцы уперся и их размыкаешь только почувствовал то что все там есть разрыв пошел уже к подушке выигрывать давай ты вообще и проваливаешься только ты дой смотри бори вот бори сейчас как ты борешь смотри куда ты борешь давай вот видишь что ты делаешь то есть ты опять вступился в этот палец забудь про этот палец ты должен съезжать по моей тести съезжать вот сюда максимально увеличить мне рычаг не за этот палец не упирайся давай съезжай и туда туда дальше проваливайся а ты опять вылазишь на руку смотри что ты делаешь ты правильно пошел а потом пытаешься вылезти на руку а тебе надо дальше падать вот смотри я упал понял просто наклон в сторону просто наклон в сторону да 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 ну все ты как бы выиграл но опять же ты пытаешься не доработать то есть ты останавливаешься и тащишь одной рукой а мне надо чтобы ты углом углом вот 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 твой угол смотри вот угол и вот ты просто туда проваливайся ножкой ногой плюс смотри еще пытайся тянуть на себя и плюс еще стоп вот эту кисточку вот эти два пальчика мне размыкать за счет то есть не прямой кистью ты борешь а вот чуть согнул еще вот этой вот этим углом туда дальше падай не бойся во да только ты это максимально корпус возле стола давай ты уже должен приседать ты уже должен приседать ты пытайся тут твоей ногой ниже падать опять смотри стоп кисть ровная надо согнуть ее на сейчас работал одной рукой а потом только пошел то есть ты должен сразу вот встал натяжечко натяжечко так показываю доступно еще смотри давай сейчас держишь да ты держишь я стартую но не боремся боремся за захват смотри ready go я кисть завернул да сделай так натяжечко делай стоп просто натяжечко ты борешь натяжечко это вот на старте то есть на старте ты должен как струна быть натянутой все ты не борешься ты просто натянул соперника и ждешь команда рефери давай натяжечко то есть смотри я закручиваю кисть да теперь ты закручивай кисть ready go не не кисть закручивай нет вот закручиваешь кисть закручивай ready go топ ready go а теперь смотри что такое натяжечко что такое натяжечко сейчас у тебя кисть получалось заворачивать еще раз давай ready go молодец а теперь ready go потому что я тебя перетянул видишь но не борю твоя задача сделать то же самое на старте не дать мне возможность сюда зайти то есть натяжечко этот палец не забывай не надо его держать то есть ты должен вот этой фалангой чувствовать то что ты давишь в эти вот раз два три четыре пальца я не чувствую давление в пальце о о чувствуешь ты сейчас и с этого момента пошел туда нет продавлюешь ты мне сейчас давишь в ладошку а мне надо в пальце раскрывать то есть ты съезжаешь дальше в пальце ты должен мне рычаг увеличить натяжечко и пошел нет ты сейчас просто в сторону пошел а мне надо сначала разорвать на себя стенку а нормально нормально давай ready натяжечко о о да провалился о и туда только сразу почувствуешь что ты в пальце уже давишь и вот смотри давление должно идти не сюда а вот оно пошло и дальше в пальце и пошло 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 сижай вот съехал разомкнул мне пальцы вот только ты сейчас одной рукой дотянула эта рука тебе мешала чуть-чуть еще ниже вот так опять эта рука тебе мешает она тебе блокирует сейчас движение две ноги под стол просто садись да как бы как на стол две ноги под стол давай туда глубже упор упор в руку поехал как будто делаешь гиперэкстензию назад делаешь давай поехали гиперэкстензию назад мне отдавать ему руку гарантирует тоже все равно рукой то есть вот две ноги туда вставил и попробуй сделать неудобно неудобно со спиной сесть как будто ты падаешь за руку держишься представь весь вес да ты падаешь просто падаешь за руку держишься Держись за руку, отпусти ее. О, только в эту сторону! Задача усиливать вес, усиливать вес. А по технически у нас еще время есть. Аркадий, все это за два месяца у нас еще нормально можно подвестись. Вообще, пиздец. Серьезно. Здесь без всяких, без преувеличений, никогда не думал. У нас немножко другая работа, повторение. Ты уже, знаешь, ты утомляешься, ты начинаешь там 25, 35, 40, 45, 50. Когда ты уже 50 берешь, ты уже никакой, нахуй. Понял бы. Никакой, бля. И ты делаешь 50, уже пиздец, здрасте, нахуй. Приехали, бля. А сейчас вот смотришь, бля. Проверили. А там оказывается есть. Серьезно на два раза, бля. Ну, бля, не знаю, но с колен, бля. Надо будет пробовать, да. Нет, ну просто, я думаю, на два месяца. Вот сейчас она еще у тебя адаптируется. 80 ты точно вытянешь. Вот если ты... Надо будет просто не качать бисенс, а просто вот эти упражнения делать. И все. Да. Все, понял. Если ты хочешь усилить угол, то надо тогда раз в неделю, чтобы ты восстанавливался. Ну, сегодня с Дмитрием провели первую тренировку. По технике, конечно, будем работать. Время у нас еще есть до середины июля. Пройдемся, потому что есть моменты тоже там с ногой беда. Не может правильно, как говорится, сложиться. Да. Мы будем что-то думать, придумывать. Время есть. Будем работать. Никогда не думал, что... Ну, я, конечно, предполагал. Я смотрел и армфайты, и Дениса, и все чемпионские схватки его. И понимал, что это не просто так, это не только сила, но и техника. И техника в основном преобладает. Это углы, углы вот этих движений, да. И чтобы научиться правильно их выполнять и правильно бороться, да, там, в разных техниках, то это надо время и понимать, как это делать. Пока для первой тренировки, конечно, я, блин, никакой, честно сказать. Вот. И все. Денис меня учит, прямо на пальцах объясняя, да. Как будто мне, блядь, пять лет, блядь, и я дебил, блядь. Да-да-да. Вот так. Вот так, да. Элементарные движения, то есть вот эти углы, то есть какие-то моменты. Это радует то, что у него хватает терпения на меня. Нормально. Это у всех так, на самом деле. В принципе, первый, второй, третий раз бывает. Даже вот Олейника тренировали, вот он потренировался, вроде бы на следующую тренировку забыл. Вот он опять забыл. Но в итоге вы выровняли, потому что люди начинают чуть-чуть вникать, сами уже проецировать ситуацию, и тогда уже проще. Просто вот это понимание. Потому что где-то ты схватился, где-то там забыл про ногу, внимание на ногу, и здесь опять забыл. Оно должно всё быть просто как в тандеме, да, прям вот гармонично работать везде. То есть это вот, ну, время надо. Придём к этому. Ну, будем работать. Да. Продолжение следует...